алё пожалуйста ожидайте соединения добрый день алё кто это меня зовут тунгусов александр константинович это финансовое агентство по сбору платежей информируя записи переговоров ваша фамилия верно нет моё пригласить телефон от вечера нет такого откуда вы такую информацию ранее летали отравлял тот номер заселивки откуда у вас такие данные какие данные ну данные этого человека откуда у вас данные этого человека мне интересно он предоставил тот номер телефона для связи с ними нет такого бы не был никогда кого не было номера для человека? Ну, этот человек никогда не предоставлял такую информацию для связи с ним. Еще раз повторите, что у вас за организация? Финансовое агентство по сбору платежей. Это коллекторское агентство. А, нет, такого не было никогда. Тем более коллекторское агентство. Чего-то должен? Вы знаете этого человека? Конечно. А кем он вам приходится? Ну, знакомый. А он вам что-то должен или что? Для него есть очень важная информация. Пытаемся с ним связаться. То есть номером телефона его актуальным располагаете? Например, какая информация очень важная? Конфиденциальная. Назвучите ее, возможно, только ***. Понятно. Номером телефона располагаете вы? Конечно. Ну, есть возможность продиктовать за фиксером, постараясь с этим связаться? Да, 112. А дополнительный? Просто 112 или 01. Я говорю, а дополнительный номер телефона для связи с ним? Нет, вот я говорю, 112 звоните или 01, там спрашиваете такого. Как я могу к вам обращаться? Человек. Человек, возьмите листок и ручку, запишите номер телефона федеральный бесплатный. Зачем? Передадите ему, чтобы он с нами связался. Для какой цели? Для него есть очень важная информация, еще раз вам повторяю. А, нет, конечно, не передам. Что мне? Почему не передадите? Потому что у вас нет важной информации. Что у вас важная информация? Для вас, конечно, нет. Вы можете там кредит предложить какой-то, или что вы там? Мы ничего не предлагаем. Вы меня, видимо, невнимательно слушаете. Да. Звонок по поручению компании СФО Инвест Кредит Финансов. Я думаю, она вам тоже ничего не скажет. Нет. Но по вопросу ваших финансовых обязательств, которые вы оформляли в банке с визном, сделали это в 11-м году, еще в октябре 29-го числа. А именно, оформили дебетовую карту. И по состоянию на 2-е марта 18-го года в данной карте имеется задолженность в размере 657 рублей 86 копеек. Эта сумма зафиксированная. Начислена была вам за годовое обслуживание и СМС-информирование. Когда это было? Информация оформлена была вами? Да. Или начислена? Нет, оформлена. В 2011 году? В 2011 году в октябре. Да, я помню. В 2011 году в срезной карте банк. Да, все помню. То есть, к сожалению, не вижу заявления у вашего о закрытии данной карты. Вы его написали? А, то есть, вот так вот сейчас, надеюсь. Не, вы не в курсе, что уже давно уже сроки годности все вышли? С какой годности? Ну, вот так вот. С все сроки годности. Ну, какие годности? Годности какой? Мы сейчас с меня продукты... Вот я же не пользуюсь картой. Какие еще долги могут? Не пользуйтесь. Я не говорю, что вы по 2020 год пользуетесь данной картой. Последний год был 2014. 2014 год обслуживания у вас. Услышали? Когда я оформлял карту, было все бесплатно абсолютно. Поэтому... Ладно, у вас было все прописано в копии договора вашего. Изначально по ней предусматривалось это годовое обслуживание. И предусматривалось написание этого заявления. Вы, видимо, невнимательно ознакомились с документом, который вы подписали. Что смешное сказали? Да, конечно, все смешно. Очень даже. Ну, что смешно? Ну, потому что бесполезно. Заря мне звоните, потому что это все бесполезно. Что бесполезно? Ну, просто все бесполезно. Ну, а что бесполезно? Ну, скажите, что бесполезно? Ну, потому что ни копейки от меня не получит ни какой там связной банк, который когда-то мне выдал карту. А не связной банк будет получать? То есть я получил карту эту долбаную, да, когда-то. Купил ее сам на свои деньги. Я даже за нее заплатил. И тем не менее я стал-то должен, что ли, так? Конечно. А, вот так. Все верно. Понятно. Вы оплатили первый год. Вы сейчас со мной разговариваете по телефону? Вы мне тоже должны. Потому что у меня каждая минута оплачиваемая. Вы не читали мой договор, да, похоже? Мой договор по телефонным разговорам вы не считали, да? То есть если вы со мной разговариваете, мне каждую минуту должны 10 рублей. Мы с вами раз*****ли. Потом пойдут пеники. Я вынужден признаюсь, что информацию вы не принимаете. Не, пожалуйста, в суд подавайте без всяких проблем. Секунду, давайте возьмем. Не, подавайте в суд, все, мне больше не звоните. Почему вы диктуете свои условия? Я вам высказываю свои условия. Подавайте в суд, все, до свидания. Больше со мной не разговаривайте. Я сейчас поставлю в игнор и больше вы ко мне никогда не дозвонитесь. Подавайте в суд, потом будем разговаривать. Вот весь разговор. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова